Сейчас Николаю Жогову 96. Родился он в Воронежской области, а в 1938 году уехал на Камчатку. Там и узнал о том, что началась Великая Отечественная война. В армию ушел в 42-м. Принимал участие в освобождении Курильских островов от японских захватчиков. Мы рвались на Западный фронт, когда война шла. Но нам сказали, а кто здесь будет японцев убить? Кто? Они же готовились, ведь как Гитлер рассказал, что как долго перейдем, дойдем до Урала, тут же Япония выступает. В Японии была миллионная Квантунская армия. И 9 августа начали выступать. Остров Шумушу назывался. Они не ожидали ничего. С другой стороны пологого берега высадились и начали бои. Кромсать, короче, они. Ну вот и 6 дней там были, они сдались. Демобилизовался Николай Иванович уже после окончания войны в 1947-м. С Камчатки Николай Жогов перебрался в Майкоп. Там окончил техникум бухучета. С 64-го года живет в Сочи. В совхозе России он 30 лет был главным бухгалтером. И после выхода на пенсию не сидел без дела. Много лет руководил Советом ветеранов Адлерского района Сочи. Работал не только с участниками войны, но и молодежью. А что можно говорить молодежь? Держите свою страну так, чтобы ни один не подсунул носа. Сражайтесь. Продолжение следует.